Мы говорили о том, что на новом клиенте это есть маркетинговый кост, это кост контакт-центра, это кост перевод денег, это кост отработки этого клиента сетью, да, то есть там зарплата сотрудникам и так далее и так далее. А на сегодняшний момент у нас, ну это показывают финансовые показатели, да, то есть у нас затраты на привлечение, они не покрываются той просрочкой, которая идет по новым клиентам. А по лояльным клиентам лоссы, безусловно, гораздо ниже. Именно поэтому, то есть лояльный уже выборочный клиент, да, по лояльным, я сразу оговорюсь, что новых клиентов мы там кредитуем только по нашей скоринговой модели, только группы А, Б, Ц, мы не кредитуем группу Д. По лояльным клиентам мы кредитуем группу Д, но в определенных объемах, с определенными предложениями, с определенными ограничениями по бюджетным правилам. Есть понятие такое, как средний срок жизни клиента, условно, то есть даже лояльных, до того, как... Знаете, да, я вот буквально там две недели назад как раз отчитывалась перед нашими акционерами открытие по поводу срока жизни лояльного клиента. Они были очень удивлены, то есть, если говорить о портфеле сейчас текущих, то средний срок у нас три займа. Ну вот, если говорить о среднем портфеле. Но у нас есть уникальный случай, у нас несколько клиентов имеет 17 займов. То есть, вот есть и такие кейсы. Средний три? Средний три, да. А средний показатель по срочке вы можете разнообразить? Почему? Ну, как бы по компании в целом или по лояльным клиентам? В целом по компании. Ну, в целом по компании мы в прибыли. А у вас есть пролонгация займов? Пролонгация займов. То есть, на сколько у вас зарплаты? Две недели, месяц? Сколько у вас займов в среднем? Смотрите, у нас доля при ДФ очень низкая. У нас нет пролонгации. Мы это специально не вводим. И, честно, в ближайшее время вообще от этого собираемся отказываться. А про какой это аннуитет у вас? Да. На какой срок? До года? Нет, нет. Сейчас только по лояльным формируется предложение на 44 недели. Стандартное предложение 36 недель. Специально проводили несколько тестов. Тесты по лояльным клиентам показывают, что увеличение срока, к сожалению, влияет на увеличение лоссов. То есть, от ПДЛ вы отошли, правильно? Да. Вы планируете опускаться ниже 90%? Смотрите, у нас сейчас есть несколько... Я упомянула, что мы очень активно сейчас рассматриваем банковский сегмент, так называемые отказники банков. Мы сейчас работаем, наверное, с семью, такими крупнейшими розничными банками, ну, там, уровня Тинькова или Восточного экспресса, там, условно, да. У нас есть сейчас понимание того, что, ну, там, предварительный кейс, который запустили с этими банками, показывает, что они дают конверсионность от заявки, отправленной на первичную проверку. То есть, полностью заполненные заявки для скоринга в выданные займы порядка 10%. Это очень высокие показатели для новых клиентов. Именно поэтому мы сейчас понимаем, и, опять же, мы понимаем, что от банка к банку разная целевая аудитория, да, разные конверсионные показатели. И в этой ситуации мы рассматриваем сейчас двумя банками продукты именно под их сегмент, ну, под их базу отказников. Но это не будет массовый продукт, то есть он не будет доступен, там, для всех-всех-всех. Это будут продукты, которые будут сформированы специально под канал привлечения клиентов. Вот так. Коллеги, я предлагаю, если есть еще вопросы, вы просто сможете пообщаться с нашим спикером еще актуально. У нас следующий доклад. Спасибо вам большое. Спасибо большое.